Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Премьеры». Государственный академический театр танца Республики Казахстан представил зрителям новый спектакль. Балет «Снежная королева» в постановке Майлена Тлеупаева. Это первый спектакль, над которым театр работал без участия своего основателя и бессменного руководителя Булата Газизевича Аюханова. Не секрет, что коллектив Булата Аюханова всегда был театром авторским, и труппа привыкла к почеку и стилю своего основателя. И многие молодые артисты с другими хореографами работать не привыкли. Такого опыта не было, и это было интересно. Но Майлен Ментайевич очень все понятно объяснял, все досконально, музыкально, каждое движение продумано, и поэтому было легко. Надо отметить еще одну особенность постановки этого спектакля. Вся работа происходила на расстоянии, так как в силу объективных причин Майлен Тлеупаев приехать в Казахстан не смог. Пандемия научила нас работать онлайн. Но в такой сфере, как постановка балета, где личное присутствие хореографа всегда считалось необходимым условием успеха и взаимопонимания, работа на расстоянии казалась невозможной. Однако Майлен Тлеупаев, который живет и работает сегодня в Японии, так организовал рабочий процесс, что артистам и репетиторам театра удалось воплотить его замысел на сцене. Артистам было очень интересно с ним работать. Мы работали с августа месяца все через видео. Он нам прислал полностью весь материал музыкальный, план на доске для каждого солиста, для каждого персонажа, для массовых сцен. Все было прописано. В принципе, это удобно, все было понятно. Ну, конечно, сложно, потому что взгляд, когда работаешь напрямую с исполнителями, это, конечно, больше передается. Работа была по такому принципу, что, допустим, вот первая сцена, он показывает хореографию с музыкой, потом в следующее видео он объясняет как бы устно, что делать, смысл этой сцены, мои эмоции, какие я должна показать. И третья уже с музыкой, как бы объясняя при этом параллельно. Вот по три видео отправлял на каждую сцену. Сказка великого сказочника Андерсена очень популярна. Существует около 20 экранизаций, есть опера и множество балетов. Только в декабре прошлого года мы рассказывали в нашей программе о премьере одноименного спектакля в постановке Георгия Ковтуна на сцене театра «Станабалет». Но у зрителей существует неизменный интерес к этой снежной истории, как, впрочем, и у желающих поставить ее на сцену. Идея поставить на спектакль была у снова Блата Газитовича Юханова. Он хотел поставить, почему? Потому что он всегда исходил от исполнителей, исходя из его внутренних качеств, технического исполнения, артистизма, его какого-то интеллекта. Он под него подстраивался и получалась очень хорошая работа. У нас есть артистка балета Анна Бурлова. Для нашего балета она нестандартная, потому что у нее рост метр восемь шесть. И Булат Гаисович сказал, ты будешь у меня снежной королевой. Анна Бурлова вызов приняла и перевоплотилась в снежную королеву. Хотя сам Булат Газитович балет поставить не успел, не мог подобрать достойный музыкальный материал. Но с удовольствием доверил постановку своему ученику Майлену Клюваеву. Когда появляется снежная королева, появляются ее помощники-тролли. В нашем спектакле они называются тролли. Где они меня везде сопровождают при каждой сцене. Они мои помощники. Они выводят Кая. Они забирают. Я им велю, заберите его. И они его забирают. А вот так с помощью опытных гримеров в тролли превращаются молодые артисты балета Иламан Ташдагбай и Олжас Атишев. Нам было непросто при постановке этого балета, потому что постановщика с нами не было. Мы работали онлайн. Смотрели видео, потом учили наизусть. Поначалу трудно было вникнуть, но прошло время и за месяц мы собрали спектакль. Балет нам очень понравился. Здесь у нас очень интересные образы. Маленькие дети, наверное, будут бояться наших троллей. Но есть и много моментов, где можно посмеяться. Клюетинжерлердей бар. Сонда и гойте кузықтыру. Очень интересные персонажи, где тоже готоскобы. У них мизансцены и даже в хореографии они прыгают немножко, исполняя корявые движения. Если это жететет, то это согнутые ноги. Если топа везде вытянут, там у них специальный флейк в топе, чтобы это было все очень графичное, как вот эти деревья в страшном лесу, как настоящие тролли. Для нас, конечно, это новый формат постановки, потому что все-таки на протяжении многих лет у нас основные постановки это были Балата Газидыча Аюханова. Мы на них выросли не одно поколение. Мы привыкли к его почерку, к его лексике хореографической. Мы ее очень быстро схватываем. У него очень быстрый темп, хорошая динамика, очень насыщенная хореография. Здесь, конечно, у Майлена все очень строго по академическим классическим канонам. Вот как ставил Петипа, что есть Адажева, есть отдельные вариации персонажей и главных героев, есть общие массовые сцены, есть мизансцены. Все это прям прописано, как полагается. Балетмейстер прилежно перевел на язык танца историю об отважной девочке Герди и ее названном братце Кае, и сделал это в традициях традиционного балетного театра. Герда, наша прекрасная балерина, Моадая, Ая Мелис, в которой у нас танцуют очень много партий. И вот в Герде она тоже попала, как говорится, в точку. Это прям вот та маленькая девочка с челочкой, с такими большими, как у Газели, глазками, хлопает ресницами, смотрит на мир восторженными глазками. И очень миленькая у Герда получилась, прям вот Герда, вот самая настоящая Герда. Милая, нежная девочка, но при этом бесстрашная. Она отправляется в поиски Кая, и она целеустремленная, потому что во что бы то ни стало она находит своего друга, брата, вот такая боевая. По техничности эта партия несложная. Но из-за того, что я нахожусь на протяжении спектакля почти всегда на сцене, потому что я в поисках Кая, и мне встречаются разные персонажи на пути, то это вот по выносливости мне сложно находиться там. Артемию Сиялову, исполнителю партии Кая, пришлось входить не только в амплуа, но и в новый для себя коллектив. Выпускник Московского хореографического училища Артемий совсем недавно приехал в Казахстан и почти сразу окунулся в постановочный процесс. Очень грамотно выучен, очень академический танцовщик. Внешне он тоже очень красивый мальчик. И, конечно же, плюс то они высокие профессионалы, они сыграли хорошо образ свой. Казахстан Коллектив небольшой, поэтому гораздо легче и проще было со всеми познакомиться. Очень приятно работать. Там такие профессионалы иногда бывают. Вот Диар Ворон, он очень крутой. Технически достаточно насыщена партия. И во время всех вращений, пируэтов, очень сложно контролировать вот этот мой длиннющий, но изящный нос. Также мою тросточку. Незаменимый атрибут. И вот это перо длиннющее, оно бывает закручивает. Самое сложное справиться именно с атрибутами. Как обычно, Диар прекрасно справился не только с атрибутами, но и с самим образом ворона, который оказывает существенную помощь Герде в ее поисках пропавшего Кая. Тут симбиоз во всем балете, именно классической хореографии и гротесковой. Мне именно посчастливилось исполнить партию Ворона. Она вроде небольшая, но очень яркая. Лично по мне, вот как-то, не знаю, для себя я выбрал вот что-то такое наподобие Джека Воробья, наверное, из «Пиратов Карибского моря», так как именно мой ворон, он такой придворный ворон. Жеманный достаточно, манерный, и что-то нужно было искать. Как образец брал я именно Джека Воробья, Джонни Летон. «Пиратов Карибского моря» В спектакле вообще много персонажей, прекрасно знакомых нам по сказке. В балете на них ложится большая нагрузка. Именно они двигают действия, помогают Герде в ее поисках. У них очень много мизансцен, про то, что я говорила выше, это гротесковая мизансцена, где нужно показать не только качественное исполнение хореографии и техники, а нужно показать именно образ. Образ и сыграть разбойника, разбойницу, ворона, принца, принцессу, цветочницу. Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть волшебница, это бабушка-цветочница, конечно, которая околдовывает Герду и заманивает свой сад. Есть две замечательные ласточки, две птички, которые рядом с бабушкой тоже помогают ей колдовать, заманивать Герду. Я ей настолько понравилась, что она хочет, чтобы я у нее осталась, и она меня усыпляет. Но потом во сне я вижу Кая, и просыпаюсь, и не понимаю, что я здесь делаю, что вообще происходит. Потом я вспоминаю, потому что у меня здесь всегда роза с собой, которую мне Кай подарил. И я достаю ее, вспоминаю, что я вообще-то ищу Кая и убегаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но не только принцы, принцессы и цветы помогают маленькой Герде. На ее пути встречаются и разбойники во главе с маленькой разбойницей. Хореограф давал артистам свободу и разрешал внести в партию свои фантазии. В пределах рисунка роли, конечно же. Там есть очень такие мизансцены, где пустое место, и можно было немножко обыграть, разыграть, но тоже не отходя от сюжета. И он разрешал где-то что-то доставить, возможно, где-то похулиганить, посмеяться, испугать Герду. КОНЕЦ Сначала вроде бы ее пугает, но когда она проникается ее историей, когда она узнает всю суть, она сама раздобрела. На самом деле разбойница, оказывается, не такая уж и грубая, не такая уж и злая. И именно с помощью нее Герда получает оленя, и она добирается до замка Снежной королевы. Я думаю, как бы из-за этого наша роль разбойников именно тоже считается одной из главных. С помощью друзей Герда все-таки добирается до Чатогов Снежной королевы и встречает здесь очень холодный прием. Здесь сложность в образе, да? Передать не то, что сам образ, а передать вот этот взгляд холодный, да? Передать зритель, чтобы понял, да, то, что ты не просто образ Снежной, а вот именно вот этот характер. Передать ледяные глаза, как ты завораживаешь Кая, как ты пытаешься напугать бедную девочку Герду, да? Ну, тут сложно, честно скажу, сложно, да. Спектакль заканчивается тем, что я попадаю во дворец снежной королевы и отстаиваю Кая у нее, и потом осколок из глаз Кая выходит, и он узнает меня, и мы остаемся вместе. Простой по форме и содержанию спектакль, несомненно, привлечет в театр самых маленьких ценителей балета, которые не только увидят на сцене любимую сказку и знакомых персонажей, но и еще раз убедятся, что настоящая дружба может творить чудеса. Зрители в зале и взрослые дети горячо благодарили артистов за сказочный балет. И с нетерпением буду ждать новых премьер, о которых мы непременно расскажем в эфире телеканала «Обань». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok